и всем привет дорогие друзья с вами канал максимадзе и сегодня мы заканчиваем проходить reddit redemption 2 мы почти его прошли это последняя серия последние у нас осталось всего лишь одна миссия сейчас туда пойдем но перед этим я хочу вам показать дом там появилась мебель о сохранить сохраненка беседка там появилась в общем может она и раньше конечно было но вроде бы нет также есть туалет можно ли в него зайти не знаю нет нельзя зайти но давайте заглянем в дом в общем не сразу становится короче в этой комнате находится это тип это типа такая ванна наполненная уже как темно блин эта комната джека насколько я понимаю яблоко в дорогу возьму тут самая главная комната столик там пианино вообще все прям прикольно стульчики и здесь кухонка пожалуйста кухонка на втором на чердаке дядюшка будет дрыхнуть что в сундучке там чем есть кокаиновая жевачка полезно или нет не знаю но давайте возьмем ой не очень правильно мы спрыгнули так что у нас в этой комнате а это комната эбигейл и джона если что-то в этом сундуке давайте посмотрим там видимо арсенал спрятан все такое она в общем дома мы посмотрели пошли уже туда мне все так тут нравится я бегила дорогая что будет на ужин что на ужин да пошел ты прочь нафиг сам готовить будешь вообще-то неплохая мысль джон выходи привет джон эбигейл сэдди чарльз я нашла его я нашла микку нет есть след одного из его ребят разыскивают по обвинению убийстве женщины его видели в салоне струбери думаю он выйдет из нас прямо на микку но выдвигаться надо сейчас ты идешь нет нет он не идет я пойду это ваши дела его дела будут здесь да да я поеду с тобой нет я я тебя умоляю нет ты хочешь поставить все это на карту ради чего ради микки ничего этого не было бы если бы не артур следи если те кто погиб если я оставлю его в живых это будет просто иллюзией такой же как драконы джек я умоляю тебя но я прошу пойми я должен я постараюсь и понять у меня нет выбора взглядывай за хозяйством пожалуйста давайте убьем этого гадика блин я хотел рейтчела коня взять ну ладно забыл так забыл кто и там из ребят некий был клит клит это который большой или маленький тот который с крестиной морды по моему они оба с крестиной мордой ну значит маленький гаденыш с крестиной мордой это то да он заговорить ой зачем куда я надо еще как заговорить мы обязаны ради артура ты думаешь артуру было дело до места не думаю ближе к концу уж точно нет артур хотел остановить некую именно это мы и сделаем сейчас говорят что ты охочешь за преступниками когда я не убиваю старых знакомых я только тем уж не занимаюсь что убиваю старых знакомых старых и новых так ведь джон до похоже на то ты хочешь поохотиться на преступников чарльз мой прошлый помощник отошел от дел я такая работа не по мне я наверное подамся в другие края на север там в канаду найду себе женщину семью заведу если смогу я понимаю чем такая жизнь но я хочу попробовать джон ты ты его заразил а я задумал что он смотревшись на нас он даст таблить без обличия чай чай сказать знаете что я подумал тоже уехать отсюда куда-нибудь в южную америку или дикие края но не такие жестокие как или могла бы охранять золотые пески дам загрудить романс красавцам революционерам не знаю что нибудь по крайней мере открою себя что-то новое звучит заманчиво у нас по-прежнему есть одно дело ну что вот и струбери лошадей тут оставим и пойдем за ним так джон чарльз выйдите на тот берег я останусь здесь встретимся посередине так мы успеем осмотреть большую часть города если он тут мы найдем его а вот долго не пришлось искать походу давно не виделись дружище держите-ка его он разыскивается за убийство ой как тормозит нас не убежишь зараза привет клеить помнишь нас на джон хочешь приложить минут эй мы же с тобой давние приятели конечно садись удовольствием говори-ка где мика мика я давно не видел его нет 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 стой 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 да избей его хоть до полусмерти пока не скажет где мика нет 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 где мика я тебя спрашиваю нет я говорю где мика не знаю мы давно не виделись с ним знаешь что надоело это мне уже давайте повесим его что да хорош цель нет 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 стой тащи его прям туда на виселики нет нет хватит уже там ёрзать все любят на казнь посмотреть давай нет нет стой а ну шевелись ты слышал что он сказал давай поднимайся блин иди давай иди давай становись сюда давайте-ка вздёрнем этого никчёного мерзавца попробуем еще раз где мика где мика я сказал я давно его не видел брешь ну я не виноват он пытался убить меня где мика говори блин говори не то я за рычаг дерну говори не не нет сдойди 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 он прячется в горах кажется он на горе хаген у него там теперь своя банда они плохие люди делают плохие вещи я пытался помешать ему убить ту девчонку и мы разругались честное слово пожалуйста я я же свой я хороший казни его нет 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 не делайте этого да я не могу среди он все сказал уже спасибо спасибо джон спокойно спокойно отпустите меня больше вы меня не увидите здесь я же говорю убей его ну как знаешь ох скотина ладно пошли давай этот крысеныш сказал же где он гора хаген это далеко отсюда конечно но доведем дело до конца мика мы идем за тобой ой Все готовы, через этот перевал можно подняться в горы Веди нас Возможно они там лагерь разбили Кстати, надо запастись здоровьем О, блин Там где-то стрелок Прячьтесь, быстро, быстро, быстро Чарльз там живой Да, вроде как Будь осторожен Ну и где он, стрелок? Куда идешь? Надо подобраться ближе Будем передвигаться от камня к камню Короткими перебежками и сразу прятаться Понял? Давай Так, я рискну Давай-давай сюда Опа Довольно Коробка патронов Там все Можете попробовать пройти Но вы не сможете Черт Вот здесь может убить Вот здесь Куда? 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 Я так и не понял Какому камню Надо было сейчас идти Блин Я с этого камня Не попаду в него Никаким образом Есть Наконец-то Убил Капец Этот снайпер Меня больше всего Бесит Все Уложили Пошли к Чарльзу Ты в порядке, а? Ты в порядке? Да, окнимаюсь Идите Идите Поторопитесь И то они спустятся холма И всех нас перевьют Идем, Джон Я не хочу бросать вы здесь Слушай, они знают, что мы идем Со мной все будет хорошо Я пойду за вами Просто Быстро не могу Окей Идем, Джон Так, надо бы запастись здоровьем Еще раз Тут Перестрелка Сейчас жесткая будет В которой Сдохнуть можно легко Нет, зря Рановато я ее включил Потому что Его не будет сейчас Потому что Его с того расстояния Видно не было Вот дебилы, а Да блин, опять не попал Вау Вау Нифига Так Вот здесь Ни на что Нельзя отвлекаться Тут Их много Сейчас будет Пуша и пушка Сейчас Паскальзала Паскальзала Вниз Мико Белл, мы идем За тобой Черт Аня Убери от нее руки Ааа, блин Ты цела? Я в порядке Выглядишь не очень Да перестань У тебя кровь так и хрящ Ты ерунда Тебе присесть Нуля Да я в порядке Да ты умираешь Просто Присядь Ничего страшного Нет, я не умираю Надеюсь, что нет Я не умираю Просто Иди догони его Со мной все будет в порядке Мне нужно Передохнуть Ладно Чарльз, побудь с ней Нет, Чарльз Позаводься о себе Смотрите, кто пришел Вечно ты появляешься Из ниоткуда Да, когда есть Какое дело Значит, только ты И остался Да Похоже на то Я дал шанс И тебя Дал шанс Тебе Прикладно Да Взаимно Это был Джо Значит, мы рядом Так, надо подзарядиться этим О, блин Блин, блин, блин Блин Можно было его не пить Наверное У нас и так здоровье было Почти в норме Так, надо во все стороны смотреть Блин Блин Он сильно стрельнул Я здоровье Совсем Блин Прячься Под камень Под камень Быстрее, блин Надо что-то сожрать Еще что-то Еще что-то надо О Я это не Нет, это вредно Нам будет Ну где еда И что, больше ничего нет А, как печально Ладно Давайте, давайте просто посидим Чтоб здоровье восстановилось То вылезать опасно очень Здоровье восстанавливается Правда, медленно Очень Этот чувак С одного Тот чувак С одного С одного Выстрела Снес практически Всех Эп Ладно, пошли Глаз вроде бы Есть у нас Глаза Разряжен Почти уже Черт Черт, 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 черт Блин Так, там еще Что сейчас будут А, и больно Бу, блин Сейчас заново Начинать все придется Так, еще одна попытка ХПшки у нас полные Практически Так, тут и сейчас Сзади еще появится Блин, лучше сваливать Мне кажется Отсюда А, больно Вы че Офигели что ли Мико Где ты Так, хпшки у нас Почти в норме Еще Так, сзади Все-таки пришли Заразы эти Мико Где ты Мико 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 Если ты здесь Выходи Привет Шрам Скучал По мне Да не особо Сколько лет Прошло Как там Твоя шлюшка Да с ней Все хорошо Сказала мне Что на тебя Не стоит Тратить время Но я Рассудил Не так Да Вижу Ну может быть Когда мы Покончим С тобой Я нанесу Ей визит И с мальчишкой Потолкую Ну как скажешь Джон Ко мне Уже подмога идет Лучше беги Пока не поздно Да С нетерпением Жду встречи с ними Беги Пока можешь Иначе тебе не жить Да мне и тут Нравится Я сделаю тебя Богачом Джон Богачом Если присоединишься Ко мне У меня есть Все деньги Из Блэкводера Во всяком случае Большая часть Ты хочешь Разбогадеть Неплохо звучит А ну давай Их сюда Я не стану Тебе в спину Стрелять Да Да ты В другое место Не попадешь Иди сюда Посмотри Они здесь Выходи Миха Хотя бы умри Как мужчина Ооо Вот черт Все как старые Добрые времена Давай Повернись А теперь Шагай Я сдаюсь Я сдаюсь Ооо Все как старые Добрые времена Да От визитеров Отбоя Нет Привет Сынок Миссис Адлер Давненько Не виделись Итак Джон Ну Что ты там Говорил А Что ты здесь Делаешь Дач То же Что и ты Мы с Дач Объединились У нас есть Все деньги Все мечты Пойдем с нами Джон Присоединяйся Отпусти ее Ооо Этого я сделать Не могу Джон Дач Дач Одумайся Ты стрелял В меня Парень После тебя Ты предал Меня А мне это Видится по-другому Я пытался Сделать Как лучше А ты Думал Только О себе Я так могу Про тебя Сказать Пойдем С нами Пойдем С нами Джон Отпусти Отпусти ее Я нехорошо Я не хочу Убивать тебя Джон Артур Спас мне Жизнь И не один раз Артур Давно Умер Наступила Новая Эпоха Дач Мы все Старались Ради тебя Мы не виноваты Что так все Получилось Дач Моя смерть Ничего не решит Отпусти револьвер Мастон Ну скажи ты уже Что нибудь Дач Скажи Мне уже нечего Сказать Ты стрельнул в меня И метко как стрельнул Спасибо Я Я Я Ты в порядке Да Ты не в своем уме Надеюсь Помоги встать Не Идем за Чарльза Там деньги Куча денег В хижине Из Блэкводера Я проверю Скорее Мне еще на свою Твою попасть нужно Вау Вау Этим Мы погасим Долги В банке И даже Больше Дальше Джек Дядюшка Выходите Все позади Обигейл Все закончилось Ну что ж дорогие друзья Вот собственно и все Я еще Я сделал Вот такие вот Титры К сожалению Видите только вы Я вижу Обычные титры Сейчас Красные персонажи Это антагонисты В основном Все антагонисты Кроме Эдгара Росса Убиты Зеленые Зеленые Это Тех Союзники Там Протагонистов Желтые Это нейтральные Там всякие Или бывшие Союзники Все такое Ну короче Такая вот Игрушка Длинная Очень Длинная Была Но все таки Реально интересно Мне очень понравилось Реально классно Очень классно Прям Обалдеть Просто Рокстаровцы Всегда Радуются Своими играми У них Всегда было Все замечательно Джон Марсон И Эбигейл Играют Свадьбу Мы посмотрим Мы не будем Все титры Смотреть целиком Мы досмотрим Где-то до того момента Как пройдут Все вот эти Вставки О чем О чем еще Можно говорить Если у вас Возникнут Вопросы Почему А Не важно Я забыл Что тебе сказать Ладно Так Это у нас Что Я не помню Что это такое Но это Это Надгорье Подкова Подкова Вроде бы Где-то Рядом А может И нет Музыка В титрах Очень такая Красивая Штука Касается Игры Она Очень Большая Там Локация Такая Как локация Сам мир Так сказать Открытый Он просто Здоровенный Я когда Первый раз Играл Такое ощущение Было Как будто Он бесконечный Как в Майнкрафте Ну Разумеется Не так Он очень большой Но Очень большой Капец Пирс Очень Очень Много Персонажей Очень Просто Много Всего Все Продолжение Этой Истории Происходит В первой Часть Редет Редемшн К сожалению Ее К сожалению Нет На Компьютерах Так Это Это Тоже Свадьба Эбигейла Джона Если Как Нибудь Появится Возможность Мы Наверное Тоже В нее Поиграем Но Пока Возможности Такой Нет Можно Поиграть На Эмуляторе Но Скорее Всего Будет Жутко Тормозить Все Компьютер У меня Недостаточно Мощный Чтобы В нее Играть Без Проблем Вышла Первая часть В 2010 Году Сейчас Тут Чуть Еще Сейчас Тут Еще Вставки Некоторые Пройдут Я Вам Расскажу Кратко Сюжет Первой Часть Редет Редемшн Я Вроде Бо Его Припоминаю Если Кратко Говорить Так Это Агент Росс Вместе С Арчером Фордхэмом Судя По Значкам Росс Все Еще Работает Детектив Агент Пинкертона Арчер Это Его Партнер Так Сказать Раньше Росс Был Партнером Агента Милтона А теперь Немного Наоборот Получается Короче Они Находят Тело Микки Начинают Вести Расследования Росс Как Видите Значительно Постарел У него Седина Уже Там Появилась И он Более Элегантно Так Сказать Что Ли Выглядит Золотая Цепочка Там Все Такое Ну Короче Если Кратко Пересказывать Сюжет Редет Редемшн Ну Давайте Короче Проходит Еще Три Года Спустя 1911 Год Уже Вместо Детективного Агентства Пинкертона Было Бюро Расследований В котором Работали Эдгар Росс И Арчер Фордхем Которых Мы Только Что С вами Видели Росс Хотел Покончить С Бандой Вандерлиндой И Всем Что От нее Осталось Целиком И Полностью Он Сейчас Пройдет Ставка Продолжим Чарльз Прощается Со всеми Отправляется В Другие Края Короче Первое Что сделали Агенты Это Взяли Семью Марстона Эбигейла Джека И дядюшку Может быть В заложнике Самого Джона Заставили Найти И убить Одного Из бывших Членов Банды Банды Вандерлинда Билла Уильямсона Если Джон Не имел Права Отказаться От этого Задания Поскольку Если Тота Откажется Семья Марстона Навсегда Останется Под арест А самого Джона Ожидает Смертная Казнь Игра Начинается С того Как В городе Блэк Уотер Рос И Фордхэм Сопровождают Джона Марстона На поезд Тот Отправляется Куда-то Там В пустыню И идет К крепости Билла Уильямсона Билла Уильямсон Значительно Обустроился Там У него Была Своя Банда Джон Хотел Сначала Уговорить Его Сдаться Властям Но Билл Выстрелил Выстрелил Ему В живот И Джон Потерял Сознание Но Его Спасла Какая-то Девушка Бенни Или Бонни Бонни Вроде бы Фамилию Я забыл Если честно У нее Было Несколько Братьев Из Живых Из которых Остался Только Один Да и тот В закат Короче Свалил За деньги Которые Были у Джона Бонни Нашла Ему Доктора Чтобы Золотать Ран Но Это Было Еще Не Все Поскольку У Джона Не Было Денег Так Это Мэри Бет Она Стала Писателем Тут Уже Чтобы Отработать Долг Джона Короче Отрабатывает На ферме Помогает Хозяйством Заниматься И все Такое Но Билл Уильямсон Узнает О том Что Джон Жив И Посылает Своих Людей К нему Они Короче Открыли огонь По ферме Бонни Похитили Но Джон Ее Героически Спасает Как Как-то Потом Джон Встречает Какого-то Полковника Агустина Алиенде И капитана Висанды Десант Они Как видите Пес Жив Все с ним Хорошо Они Предлагают Джону Помочь Убить Билла Уильямсона Если тот Присоединится К ним И будет Помогать Им Со всякими Заданиями Кстати Вроде Вроде бы От агентов Также Джону Поступил Приказ Найти И поймать Еще одного Бывшего члена Банды Вандерлинда Хавьера Из Куэлла В общем Джон Успешно Помогает Этому Агустину Алиенде С заданиями Но Но все-таки Он передумывает И решает Что проще Будет убить Джона Чем выполнять Своё обещание Из засады Джона Спасает Банда Мятежников Во главе Которой Был какой-то Там Абрахам Рейс Вроде бы Звали его Они предлагают Джону То же самое Присоединиться К ним И пообещав Это снова Рос С Фордхэмом Продолжают Расследование Вести Так Что там Дальше Джон Джон Конечно же Соглашается И в этот Раз Мятежники Сдержали Своё Обещание С помощью Них Джон Убивает Билла Уильямсона И Агустина Алиенда А что касается Хавьера То там было Два варианта Убить его Или пощадить И сдать властям Если сдать его Властям То его там Скорее всего Приговорят К казни Вроде бы Вроде бы Задание Выполнено И агенты Должны были Освободить Его И его Семью Но Агента Росса Появились Другие Планы Они послали Он послал Джона Убить Еще одного Члена Банды Вандерлинд Но на этот раз Это был Не какой-то Там Боец Целью Стал Сам Дача Вандерлинда После Нескольких Стычек И Боев Джон Загнал Дача В угол И тот Предпринял Покончить Жизнь Самоубийством В итоге Наконец-то Работа Джона Выполнена И Рост Наконец-то Отпускает Джона И его Семью Джона Возвращается К себе На ферму На ту самую Ферму Которая Вот у него Сейчас Налаживает Отношения С семьей Там Дядюшка С ними По-прежнему Живет Он там Кстати Постарел Довольно Значительно У него Борода В некоторых Местах Зелененькая Немножко Стала Как будто Мох на ней Растет Но радость Этого Соединения К сожалению Продлилась Недолго Так А это Тилли Джексон Со своим Новым мужем Тоже Бывший Член Банды Вандерлин Росс Захотел Покончить С бандой Вандерлин И всеми Ее остатками Полностью И поэтому Он Вместе С бригадой Федералов Отправился На атаку По ферме Джона Марсона Бойцы Убивают Дядюшку А Джон Приказывает Обигейл И Джеку Уходить Прочее От фермы Сам Сам Джон Понимает Что Выхода У него Никакого Нет Он Выходит Из Амбара И его Там Расстреливают Довольный Смертью Джона Агент Росс Закуривает Сигарету Совершенно Ни о чем Не жалея Что предал И убил Джона Марсона Кстати Что касается Агента Росс Он там Очень Значительно Постарел Он там Полностью Стал Седым Стал Уже Довольно Не сильно Похож На того Росс Который Был РДР2 Озвучивает Его тот же Актер Но голос У него Поменялся Чуть Проходит Три года Три года Год Умирает Еще и Обигел Причина Смерти Не была Раскрыта Нам Единственное Что Она Показали Это Ее Могила А Джек Стал Взрослым 19 лет Ему Уже Так А это Этот Саймон Пирсон Тоже Бывший Член Банды Вандер Линда Короче У Джека Осталось Только Одно Желание Отомстить За убийство Отца Он Отправился В Блэк Уотер Расспросил Там Одного Агента Про Агента Росса Тот Ему Сказал Что Он Отправился На Пенсию Уволился Переехал С женой В какой То Маленький Домик На Озере Ну И Джек Естественно Направился Туда Там Он Находит Его Жену Так Это Опять Росс С Форт Гамом Жена Росса Говорит Джеку Что Бюро Все Его Еще Преследует Что Он Отправился С Братом Филиппом На Охоту Реке Джек Там Находит Брат Филиппа Тот Говорит Что Эдгар Стреляет В Уток Снизу По Реке Джек Находит Росса Который Все По Прежнему Не Жалел Что Убил Джона И Говорит Что Когда Нибудь И Джека Тоже Убьет Джек Его Убивает В Дуэли Так Ему И Надо В Принципе На этом Собственно И Заканчивается История Эпохи Red Dead Redemption Жаль Жаль Что Она Заканчивается Так Довольно Обидно То Что У Джека Не Осталось Никого Ни Семьи Ни Друзей По Крайней Мере Я не Помню Чтобы У Друзья Какие-то Там Были Джек Остался Один Это Очень Печально Так А Это Этот Эдит Даунс И Арчи Даунс Которые Артур Там Тоже Помогался Так 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 Вот Дела Довольно Так Интересный Сюжет Тоже Что В первой Что Во второй Части Надеюсь Что Когда-нибудь Я в нее Сыграю Тоже Графика Там Напоминает GTA 4 Но Она вышла Ну РДР Вышла Спустя Два Года После Выхода Четвертой Части Но Чуть-чуть Похуже Может быть Но Я не знаю Также Официального Русского Языка Там Нет Что Тоже Довольно Плохо Не Не радует Абсолютно Ну А так Неофициальный Русский Язык Все же Есть Там Шрифт Не очень Правда Хороший Так Сэдди Тоже Покидает Эти Края Дядюшка Остается Жить С Марс Да Вот Дядюшка Он Просто Дядюшка Никакого Имени Именно Имя Нам Его Не Известно Я Вот Помню Что В GTA 4 Дополнении Баллады О Гейтоне Был Такой Персонаж Дядя Винс Ну Или Винченцо Полное Имя Дядя Вторичного Антагониста Рокко Пелоси Который Луисом Лопесом Там тоже Был Убит В клубе Тони Гея Тони Там Хотя бы Имя Есть Тут Дядюшки Дядюшки Не дают Имя Никакого Так Это Вроде Бо Аннезберг Где Дач Убил Левитта Корнула Да Точно Аннезбург Кстати Что касается Корнула Они Говорят Что Несмотря На Его Смерть Фабрика Керосиновая Фабрика Корнула Продолжает Свою Работу Ну и Пускай Нам на Нее Плевать Титры Довольно Таки Тоже Длинные Но по Могут Опять Они Длиннее Были Все Титры Целиком Тут 36 Минут Где-то Идут Но Мы 25 Посмотрим До Последней Вставки Досмотрим И Закончим Так Могила Артура Это Бывшая Его Возлюбленная Мэри Линтон Которой Артур Тоже Помогал Если Вы Помните В Первом И Третьем Сезоне Социал Клаб Есть Вот Еще Кстати В Red Dead Redemption 2 Red Dead Online Есть Это Типа GTA Online Только В Red Dead Redemption Я Никогда В него Не Играл Потому Что Ну У Во-первых Пиратская Версия Стоит На Пиратской Версии Естественно Нельзя В него Поиграть Пиратская Версия У меня тут В основном Из-за того Что Она Весит Меньше На Нескодесятки Гигабайт Онлайн Очень много Занимает Также Еще Я слышал Что Red Dead Online Еще Продается Отдельно Леха Мне Рассказывал Я Читал Про него Там Есть Там События Red Dead Online Происходит До События Red Dead Redemption 2 Там Есть Некоторые Персонажи Из-за Сюжета Например Сэдди Ее Муж Там Даже Может Сэдди Убили Адрискелы Там До Событий Кто Там Еще Убитый Член Банды Вандерлинда Шон Магуайер Был Были Еще Некоторые Всякие Ну и в конце Концов Агенты Пинкертона Все-таки Выходят На след Джона Марстона Но Почему-то Заняться Джоном Они решают Только Четыре Года Спустя Не три Я четыре Извините Меня Что ж Сразы Средемшин 2 Мы Наверное Не Закончим На ПК Версию Естественно Всякие Моды Тоже Есть Как И На GTA Как Минимум Один Мод Я Буду Обзревать Это Тренер Рэмпэдж Нет У меня Два Тренера Я На Два Обзор Сниму Потом Как Нибудь Сниму Обзор Так Это У нас Что Сен-Дени Что Ли Вроде Б Наверное Вот Кстати Как История С Редет Редемшн У меня Получилось Мне Ее Леха Посоветовал Поиграть Говорит Что Раз Тебе ГТ Опять Нарвит Редемшн Понравится Он У меня В гостях Рецензионную Версию Устанавливали Мы С Его Аккаунта Я Блин, мне поиграть захотелось Слушайте, мне реально захотелось поиграть Там же реально такие Убийства прям жестокие Поугарать прям можно Ну и скачал пиратскую версию И вот она у меня до сих пор Когда я бросил ее до этого проходить Мне игра еще тогда не особо понравилась По той же причине, что вот Куплинов Куплинов тоже снял 5 серий и бросил Говорят, что ему игра не понравилась Самая главная причина это то, что нету там быстрых Перемещений на какие-то местности Что это скучно Вот Очень жаль, конечно, вот и я тоже Как-то из-за этого А потом, что наоборот, так интересно стало Я ее прошел Прошел ее, кстати, гораздо быстрее, чем на канале Даже если учитывать Даже если учитывать не от первой серии, а от четвертой Так, это... Блин, я не помню Это пустыня, это вроде пустыня, но... Тут не совсем видно, что это за место Блин, какие долгие дитры, а Все роли персонажей сюда не вместились Вернее, дитры... Ну как не вместились? Я думал, что персонажей столько много, что в титрах места не хватает А оказалось, что наоборот Музыка приятная, как я уже сказал Я, кстати, проверял ее на наличие авторских прав Они, к сожалению, есть Но... Все-таки за них не банят Так, ну вот и последняя вставка Это... Падающий дождь Его сын Парящий орел Был убит Как вы помните Ну ладно Вот, собственно, все и заканчивается Всем большое спасибо за просмотр С вас лайкос подписываться А с меня эпичные видосы Подписывайтесь также на стримовский канал Чтобы не пропускать прямые эфиры И на группу ВКонтакте вступайте И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok